Сегодня выступая на инвестиционном форуме Россия зовет Владимир Путин заявил, что украинский народ остается самым близким для России и Москва будет учитывать это, выстраивая отношения с Киевом. Украина не чужая для нас страна. Я много раз об этом говорил и хочу еще раз подчеркнуть, несмотря на всю трагедию, которую мы сейчас наблюдаем, особенно на юго-востоке, украинский народ всегда был и останется самым близким для нас братским народом. Нас связывает общность этническая, духовная, религиозная, историческая и надеюсь, что опираясь именно на эти фундаментальные основы нашего взаимодействия, мы будем развивать наши отношения в будущем и будем делать все для того, чтобы это произошло и произошло как можно быстрее. Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин в интервью швейцарской газеты «Летам» высказал свое мнение относительно ситуации в Украине. Отвечая на вопрос о поставках России оружия сепаратистам, он заявил, что все утверждения Киева об этом ложны. Необходимо понять мотив тех, кто окопался в Киеве. Они хотят заставить поверить, что Россия участвует в конфликте, чтобы объяснить своим гражданам, почему они потерпели поражение. И чтобы обратиться за помощью к своим покровителям и тем, кто отдает приказы. Россия не участвует в этом конфликте. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже на юго-востоке Украины нет. Не было и нет. На юго-востоке Украины нет. Не было и нет. Два депутата Государственной Думы Российской Федерации. Это Тайсайя. Вы знаете, что наши военные в Российской Федерации делают все для того, чтобы максимально оказать сегодня помощь Новороссии. Наверное, здесь нет ни одного человека, который мог бы усомниться в том, что и Комитетом по обороне, и не только Комитетом по обороне, но и Министром обороны Сергеем Кожугедовичем Шойгу делается все в рамках тех возможностей, которые сегодня есть у Российской Федерации. И даже больше того, что они могли бы делать, делают. Я думаю, что эта помощь будет только на Российской Федерации. Псковские ребята. Псковские ребята. Смотрите документы псковских ребят. Так а хули, блядь, вы на нас лезете, ебать? В руки наших, ваших пацанов полеют. В Луганской области. Псковские ребята. Вот скажи, пожалуйста. Подумай вот даже, блядь, о семье нахуй. Понимаешь? Я тут и другие мужики нахуй. Тяжело? А мне не тяжело. Вот подумай. Ты хочешь побачить своих детей? Ну мы к вам не лезем, ребята. Мы к вам не полезли. Вы полезли нас осчастливливать. Вот, да и две дочки, да? Честно говоря, я хотел дочку. Ну, позвонила, сказала, что пацан нахуй, понимаешь? Вот, а вы тут-то. Посмотрите на чисто русское лицо. Ты же даже и сам не русский. Ты башкир или бог его знает что. Не матюкайся. Матюкаться очень хуёло. Блядь, надо меня приказнуться, блядь. Зайду нахуй с другой стороны. Можики, дайте все. Думаю, вы придерживаете сомнение, что там были российские войска, а не ополченцы? Нет, там зеленые человечки воевали. Там выливали зеленые человечки с Марса. Ребята, ты с Россией? Я, все. Все здесь с Россией. А ты готов? Так, четыре, ребята. Четвертому товарищу покой. Четвертый, пятый. По двадцатому гробовскому хутору. По двадцать снарядов. Зампомогать. Унесение туда. Вот заебись, осмалялись. Иди поправляйся. Как так могло произойти, что армия ДНР из разрозненных полупартизанских отрядов превратилась в мощную военную организацию, способную не только противостоять украинским вооруженным силам, но еще и побеждать их на поле боя? Мы никогда ни от кого не скрывали, что среди нас есть много россиян, без помощи которых на сегодняшний день нам пришлось бы очень трудно и сложнее было бы воевать. В наших рядах их было около трех-четырех тысяч. Многие из них уже выехали домой. Еще больше осталось здесь. К сожалению, есть и погибшие. Из добровольцев России сюда приходит много бывших кадровых военных. Они сражаются с нами, понимая, что это долг не только, считая, что это их не долг. Более того, скажу еще откровение, среди нас воюют и нынешние военные, которые предпочли провести отпуск не на морских пляжах, а среди нас, среди братьев, которые сражаются за свою свободу. Есть ютуб, есть ролики, есть фотографии, есть спутниковые снимки. Можно, конечно, быть Лавровым и говорить, что у нас там нет, но вот уже стали признавать, что есть. Можно заблудиться на сто километров, да? Ну, бывает у нас армия такая. Ну, я не думаю, что все-таки регулярные части участвуют. Ну, отдельные люди, да, я не допускаю. Ну, отдельные люди, типа, они в отпуск уезжают на своих танках, да? Ну, я поеду отдохнуть на Украину на танки. Ну, как украинская армия оставляет технику, это мы тоже в ютубе видим. Ну, дело в том, что это техника, которую у хохлов не было в принципе оставлять. Например? Ты модификации Т-72, ПЗРК. Слушай, ведь... Минутку. Ведь даже у Аль-Каиды, американцы никогда не поставляли Аль-Каиде ПЗРК. И то потому, что нельзя обезьянам давать такие гранаты. Давай! 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 Сегодня имеют самую лучшую систему инженерных сооружений, которые обеспечат полную безопасность. Четыре недели назад они пытались захватить. 22-го, 23-го, 24-го участвовало в нападении 100 танков. Это было 2000 человек. Это не были, скажем так, боевики, это были подразделения российской армии. И тем не менее, мы смогли отбить, мы смогли победить. Тогда еще была только часть тех сооружений, которые сейчас... ...выенные первые, кто почувствовали новый виток в развитии конфликта на востоке Украины. Укомплектованные силами волонтеров, военные части теперь имеют дело с хорошо организованной и контролируемой профессионалами армии, которая продолжает кровавое дело стрелковой кампании. Правда, в этот раз намного более расчетливо и цинично. В России отрабатывается сценарий полномасштабной войны на территории соседнего государства. Выборочная политика подачи информации почти полностью лишает обывателя возможности понять, что на самом деле происходит в Украине. Слаженная работа спецслужб сделала все для того, чтобы почва для полномасштабного вторжения была максимально устойчивой. Дата размещения этих фото 2009 год. На снимках активисты молодой Донецкой народной республики, на счету которой пока что нет ни единой жертвы. Стратегическое планирование подобных мероприятий велось из этих стен. Командный штаб Главного разведывательного управления Российской Федерации. Здание на севере Москвы, интеллектуальный центр ГРУС. Новая штаб-квартира ГРУ из тонированного пуленепробиваемого стекла и сверхпрочного звуконепроницаемого бетона. Отсюда он может видеть любую точку мира. И именно здесь решают, где в следующий раз даст о себе знать российский вежливый контингент. А вот и сотрудники этого заведения на рабочем месте. Тысячи наемников самой засекреченной структуры в России уже давно обосновались на территории соседнего государства. Формирование осуществляется на военных базах. Этим занимается один из отделов инфраструктуры Кремля по подготовке в профессиональных убийц и диверсантов. Назначение украинских террористов на должности командующих вооруженными силами ДНР и ЛНР должны полностью отмести участие северного соседа в войне на территории Украины. У меня слов нет. Третий залп стоит. У меня нет слов просто. Влад, убери телефон. Убери телефон. Да блин, я уже закрыл. Так стоят они в скольких метрах? Это уже какой раз? Второй раз. Второй раз по несколько залпов. Но самое трагичное то, что происходит, и это часть сценария, который срабатывает, к сожалению, это обстрел города Донецка из одного района, то есть выезжают туда в район шлаковых отвалов Макеевки, устанавливают грады и стреляют по районам города. Конечно, у жителей города вообще не может быть даже в голове такая картина, что они могут стрелять из других районов. Они это все преподают, преподносят как действия украинской армии, которые находятся на расстоянии 50 километров от самого Донецка. То есть даже они террористские не могут туда стрелять. Но вот эти разрушения, убийства создают массовую картину ненависти к Украине. Вот это срабатывает, такая вот пропаганда. И самое страшное, что в телевизоре это крутится с утра до вечера. Как только попадают снаряды, через минуту тут же российские журналисты, они прекрасно знают, куда будут стрелять, когда будут стрелять, тут же приезжают. Не было ни одного попадания, ни в одно здание, где находятся все представители ДНР. Это говорит о четко спланированной, вот такой пропагандическо-убийственной машине, к сожалению, наших братских соседей. И это нужно будет еще очень долго там с ними говорить. Этим нужно будет переболеть. Люди будут ненавидеть. Они не понимают правды и не видят этой правды. Они могут поверить, что эти твари убивают специально для того, чтобы создать такую всеобщую ненависть к Украине. Ребенок не успел уехать. Уехать, все, уже ребенка в живых руках было. Это каждый день стрельба такая, каждый день плачем, каждый день. У нас нет уже сил в убежище сидеть. Я успела только прибежать, зашла вон в квартире лежит. Хочем-то как-то полночь. Когда мы приехали в Никишину. Ночь мы провели на Толовой посещении, И на следующий день нас отправили, так сказать, зачищать таким действием. 75% ополчения служат из России. А вы считаете это нормально? Нет, ну, хотя там и много местных достойных ребят в рядах ополчения. Операция вторжения строго засекречена Кремлем, а разглашение гостайны в Путинской империи тяжкое преступление. Сначала давай съедим твое, а потом каждый свое. Но самый большой секрет этих учений – количество погибших. Сколько грузов 200 получила Россия? И как погибли русские солдаты? В Донецкой степи колонна с псковской военной части была как на ладони. И к ним прилетела украинская ракета. Источники зоны АТО утверждают, что русская колонна была уничтожена одним ударом. Эту высокоточную ракету в тот день применили впервые. Недаром Кремль больше всего боялся именно этого оружия. До 7 гектар будет зона сплошного поражения. На секундочку в футбольной поле всего лишь 0,7 гектара. От точного ракетного удара тогда полегло около 250 русских солдат в Псковской области. Но погибших россиян на востоке значительно больше. Только в российский комитет солдатских матерей обратилось около 450 российских мам, которые до сих пор не знают, что с их детьми. Ведь учения уже давно должны были закончиться, а с сыновьями по-прежнему нет связи. И никто не говорит, где они. Кроме известных псковских и костромских десантников, в Украину также бросили мотострелков из Чечни. Это случилось еще 13 августа. Ехали по Украине, остановились в городе Снежное, остановились на военном заводе. Под украинским Снежным российская 18-я бригада прекратила свое существование. Произошел ракетный удар по этой колонне. Мы здесь детонировали полиприпасы в грузовиках. А так как все это было скучно, то очень много было погибших. Солдатские матери начали получать своих сыновей в цинковых гробах. О причинах гибели в похоронках ни слова. Более того, отправленные в Украину солдаты, оказывается, уже уволены задним числом. Родина готова о них забыть. И на случай, и погибшие, и раненые просто будут оставлены потом. Без всякой поддержки. Сколько еще российских солдат готов отправить на убой Путин? Какой план Кремля? Дойдут ли россияне до Одессы? И есть ли способ остановить кремлевскую армию? Путину очень нужен выход в Крым. Зимой Керченский пролив замерзает. И полуостров будет изолирован. Поэтому и состоялось вторжение в Новоазовск. Следующий цель – это, конечно, Мариуполь. Это большой город, они могут рассматривать как второй форпост. Эксперты уверяют – это только начало. Мелитополь, Мариуполь, Херсон, Маколаев, Одесса. Соединить Крым с Россией – минимальное задание. Задание максимум – захватить пол Украины. И соединить с Приднестровым. Кто начал войну? Войну начал Путин. Зачем он ее начал? Я тебе задал вопрос. Ты мне не ответил. Вот зачем он ее начал? Когда в первый раз, например, появились флаги ДНР? Ну, вспоминай. Когда гражданская война в США была? Нет, тринадцать. Ну, этот вот, черно-бело-синий-красный какой-то, с цыпленком табака. Когда? Вот первый раз я фотографию видел. Тринадцатый год, Валдай. Валдайский форум. Тринадцатый год. Поэтому все это готовилось заранее. И все эти сказки про фашизм, они тоже уже заранее все были подготовлены и уже опробованы. Валдайский форум.